Выпускник Химического института имени Александра Бутлерова Казанского федерального университета разработал новую импортозамещающую технологию синтеза 2-этилгексенуата хрома как компонента высокоселективной каталитической системы для промышленного процесса триммеризации этилена. Проект направлен на производство 2-этилгексенуат хрома. Важной особенностью является то, что данная технология поможет минимизировать выделение влаги, которая негативно сказывается на составе образующихся продуктов. Катализаторы, они в основном для таких систем, они состоят из чего? Они состоят из органического какого-то элеганта и неорганической солепереходного металла. Неорганическая соль переходного металла зачастую содержит в своем составе влагу, потому что ей нужно как-то достраивать свою координационную сферу и если туда не вводить какой-нибудь органический элегант, что само по себе увеличивает стоимость на порядок. А может быть даже на 2-3, то достраивать координационную сферу будет вода. И в этом отношении наша технология, это первая технология, которая позволяет проводить синтез не из какой-либо неорганической солепереходного металла, а напрямую из самого металла. В нашем случае это металлический хром. И какие здесь преимущества? Хром сам по себе это отличный катализатор. Или не сам по себе, а его соединение. Это отличный катализатор для проведения как раз-таки таких реакций. Но использование солей хрома зачастую обременено тем, что он ужасно гигроскопичный. И как бы его ни осушали, в любом случае там будет вода. И вот наша технология позволяет проводить синтез катализаторов напрямую из металлического хрома. И тем самым мы полностью избегаем наличия воды в составе катализатора, что увеличивает ее эффективность на порядок, на два может быть порядка и так далее. Разработка данного проекта положительно скажется не только на экологии окружающей среды, но и значительно сэкономит средства компаний. Например, технология необходима такой крупнейшей интегрированной нефтегазохимической компании России, как Сибур. По словам Андрея, ранее закупки данного компонента производились за рубежом. Однако сейчас проблемы в приобретении того или иного элемента складываются не только из ценообразования, но и из долгой доставки. Актуальность связана с тем, что еще недавно заводы РФ для изготовления каких-либо материалов использовали линейные альфа-алифины, в том числе и Гексен, которые покупали из-за рубежа. Причем покупали в больших объемах, но были и отечественные производители. Но их доля на рынке была очень несущественной, при том, что даже они использовали катализаторы, которые являлись импортными. Сейчас же все поставщики либо полностью закрыли поставки, либо приходится налаживать вот эти самые поставки путем параллельного импорта. Мы же предлагаем просто использовать нашу технологию. Она будет в разы дешевле хотя бы исходя из того, что не нужно будет налаживать какой-нибудь параллельный импорт, просто может быть у самих же, ну в своей же стране покупать. Причем основные производители находятся у нас в Татарстане. Соответственно, им будет даже географически близко. Со своим исследованием молодой ученый принял участие в конкурсе «Студенческий стартап», где выиграл грант на реализацию проекта в размере 1 миллиона рублей. Как отмечает автор, разработка проекта началась еще задолго до участия в стартапе. Самым сложным этапом конкурса оказалось заполнение заявлений, в котором нужно было подробно описать свой проект и назвать ключевые особенности. На защите своей разработки было необходимо правильно преподнести технологию и доказать членам жюри важность своего продукта. Андрей Иванов утверждает, формула успеха проста. Нужно всего лишь хорошо знать свой проект и детально разработать план. Выигранный грант в размере 1 миллиона рублей Иванов вложит в закупку расходников для продолжения исследования по тематике проекта. Для того, чтобы выиграть грант конкретно в «Студстартапе», я считаю, что нужно красиво подать материал, объяснить его, потому что жюри не могут разбираться конкретно во всех вопросах, связанных с химией, с физикой, ну и вообще с любыми областями наук. И здесь нужно хорошо, красиво объяснить, в чем принципиальная особенность вашего проекта, для чего она нужна и почему в целом будет интересна Россия и, возможно, даже для мира. Отметим, что «Стартап Химика» был представлен в треке «Новые материалы и химические технологии». Целью проекта является разработка технологии производства два этилгексануата «Хрома» в качестве компонента высокоселективной каталитической системы для триммеризации этилена с целью получения гексана-1. Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова